Приветствую друзья и подписчики моего канала. Меня зовут Денис Теренков, я являюсь создателем движения «Эффективное сыроедение в России», а также одноименных групп в ВКонтакте, YouTube-канала, Одноклассники, Facebook-группы и так далее, рассылки и так далее. На данный момент, через несколько месяцев буквально, моему сыроедному пути исполняется 7 лет. У меня освободилось немножко времени свободного, и я решил сдать анализы. Анализы в развернутой форме, то есть сдать анализы по максимуму показателей. Ну, конечно, в разумных значениях. Понятно, что анализов миллион всего, и я не могу их сдать все, но основные, которые открывают полностью картину здоровья, я эти анализы сдал, и даже более того. Некоторые другие исследования также. То есть, для чего я это делаю? Потому что я пишу книги, я создаю видеокурсы по эффективному сыроедению. Естественно, меня нужно проверить, насколько этой информации от меня можно доверять. Может быть, у меня не все в порядке с этим делом, и, конечно же, вот к этому 7-летнему сроку, тем более я их давно не сдавал, я решил их пойти и сдать. И, соответственно, на сегодняшний день я получил результаты. Они оказались неожиданными, но об этом чуть ниже. Я хочу вам в этом ролике дать совет. Если вы начинающий веган или сыроед, сейчас такая волна идет в стране, то ни в коем случае не смотрите подряд все ролики и не верьте всему тому, что пишут о сыроедении. Если вы выбираете себе соответствующего учителя, то вы обязаны задать ему 3 вопроса. Если не хотите, чтобы он пустил ваше здоровье в тар-тарары. Итак, какие 3 вопроса вы обязаны задать тому, у кого хотите обучаться? Первый вопрос. Сколько лет ты на 100% сыроедении без срывов? Смотрите, если он на сыроедении 5 лет, но при этом он периодически допускает включение, да, я там иногда срываюсь, я иногда сыроежу, то можно понять, что в эти промежутки времени он берет себе те необходимые элементы, которых ему на чистом сыроедении бы не хватило, и о них нужно знать. Их довольно много. Таким образом, этот вариант вам не подходит. Вам нужен 100% сыроед без срывов. Второй момент. Как он выглядит? Бывают очень худые сыроеды, или наоборот, почему-то какие-то огромные толстые. И такому человеку тоже нельзя верить, ведь у него не все в порядке. Вот сейчас вы видите фотографию, которой всего 3 дня. Это я на тренировке. То есть я сейчас начал ходить в спортзал, и сейчас я нахожусь вот в такой форме. Мне 38 лет, но такого уровня энергии у меня не было ни в 12, ни в 16, ни в 25 лет. То есть сегодня я нахожусь на максимальном уровне своей энергетики. И третий момент, который вы должны лично убедиться, в чем? Вы должны посмотреть его развернутые анализы. Так ли у него все хорошо, как он говорил? Не является ли это просто каким-то коммерческим ходом? И сейчас мы с вами произведем детальный разбор моих анализов и исследований. Итак, поехали. Итак, друзья, прежде чем огласить вам результаты анализов, я хочу сосредоточить ваше внимание на том факте, что этот материал является абсолютно эксклюзивным. По крайней мере мне неизвестно ни одного человека в России, который бы отсороедил 7 лет без единого употребления термообработанной пищи и животного белка. Почему это так важно? Казалось бы, это особо сильно не так важно. Но дело в том, что если человек на протяжении своего сыроедного пути все-таки употреблял, делал такие вот вкрапления, то этот эксперимент не может считаться чистым, его анализы не имеют большой информационной ценности. Но так как мой эксперимент был чистым, а то, что он был чистым, я могу поклясться хоть на Библии, хоть на Конституции, хоть на чем угодно, потому что я в этом уверен и это правда, то его результаты представляют наивысший интерес для общества. Я надеюсь, что с вашей помощью, хочу вас попросить об этом, чтобы дать этому видео максимальный репост. То есть репостить его везде, на своих стенах, в социальных сетях, в Фейсбуке, на блогах, где угодно, чтобы каждый первый человек узнал, что 100% сыроедение без срывов абсолютно полноценно. И поэтому, чтобы все байки на этот счет закончились, потому что сейчас мы с вами имеем на руках абсолютный факт. Итак, давайте приступим к рассмотрению результатов. Итак, мы видим сейчас общий анализ крови с формулой, и на первом месте мы видим гемоглобин. И этот гемоглобин равен 150 при референсных значениях от 132 до 180. Это очень хороший результат, он не упирается в потолок, и в то же время не низкий, он, можно сказать, идеальный в данных референсных значениях. И что я здесь хочу сказать? Как вы видите, ни разу не употребляя ни мяса, ни того подобного мертвичины и так далее, то есть вы видите, что у меня прекрасный гемоглобин, и о анемии не может быть и речи. То есть сейчас у меня наивысший уровень энергии за все время. И поэтому здесь мы, видя этот анализ, понимаем, что врачи терпят полный свой грандиозный провал. Потому что анализ по всем остальным характеристикам, по всем остальным цифрам и показателям, он идеален, этот анализ. Его можно вешать на стенку, в рамочку и любоваться им. Вот что мы видим по базовым показателям крови. А теперь мы переходим к следующей странице. Следующий анализ – это биохимия крови. Что мы видим? Альбумин в норме, общий белок в норме, мочевина понижена. Что есть мочевина? Это продукт распада белка. Соответственно, у людей, нормы, под которых эти нормы сделаны под мясоедов, соответственно, эти нормы у них будут выше. Так как мы употребляем очень мало белка, то, соответственно, и продуктов его распада у нас будет меньше. Поэтому для веганов и сыроедов этот показатель является нормой. Смотрим билирубин и его фракции. Все в норме. Показатель трансамиаз – также в норме. Щелочная фосфатаза – в норме. Вот здесь мы видим некоторое расхождение. И начну я в этих цифрах с самого последнего. Это уровень моего витамина D. Если кто не в курсе, витамин D является ключом к осуществлению огромного количества реакций в организме и является прогормоном. Он занимает также ключевую роль в формировании иммунного ответа организма. То есть он является важнейшим элементом, без которого не преувеличивая человеку просто труба. И что мы видим в моем анализе? Здесь я должен рассказать немножко о себе и как часто я бываю на солнце. На самом деле, несмотря на то, что я два года жил в Азии, почти 900 дней, фактически это только кажется, что вот, мол, наверное, ты там попиваешь где-то коктейльчик возле моря. На самом деле я сидел под крышей в доме и работал за своим компьютером. Как это не печально звучит, но это факт. Потому что я трудоголик и большую часть времени я работаю за компьютером. Несмотря на то, что море у меня было в 600 метрах, на солнце я появлялся чрезвычайно редко. И это знают люди, которые жили со мной, которые видели мой образ жизни. Я никогда не сдавал этот витамин. И по некоторым признакам сейчас я решил его сдать. Потому что появились некоторые признаки такие вот, что этот витамин у меня понижен. И что я увидел? Я увидел дичайший низкий показатель 16,9. И вот что я вам скажу на самом деле. При таких вот референсных значениях от 30 до 80, по наиболее современным представлениям, нормальным является уровень от 50 до 80. Больше тоже плохо, потому что там он очень токсичен при повышенных дозах. Но сейчас речь не об этом. У нас другая совсем проблема. Можно смело сказать, что от 30 до 50 это уже оценка плохо. Менее 30 это очень плохо. А у меня 17. То есть таким образом в моем организме реакции происходили неправильно, неполноценно. Какие-то различные метаболические процессы. Всех перечислять их здесь смысла нет. Это будет слишком много медицинских терминов. Но я скажу, что если сказать по-русски, это полная задница. И конечно же я его сейчас купил. Вот я могу им потрясти немножко. Вот он у меня. Я купил этот витамин и начал его принимать. Слава Богу, думаю, что вовремя. Также он является важнейшим звеном в иммунитете человека и защищает от онкологических заболеваний. То есть этот витамин очень сложно переоценить. Он является одним из важнейших. И именно поэтому мы видим, что вот этот показатель в андрогенном статусе SHBG здесь показан, что его уровень 110 при норме до 71. Это показатель глобулин, связывающий половые гормоны. Чтобы вас сильно не грузить, скажу, что это очень важный показатель в андрогенном статусе. И показывает, он тесно связан с наличием, с уровнем свободного тестостерона. То есть очень важен уровень от общей тестостерона, которая у меня в норме 6.15 при референсных от 2.4 до 9.5. Но вот этот вот показатель, он фактически сводит все на нет. Он очень высокий. Но почему он очень высокий? Объяснение здесь очень простое. Вот в научном журнале я обнаружил следующее. Показано, что мужчины без дефицита, недостаточности витамина, гормона D, уровень в крови более 30 нг на мл имели достоверно более высокий уровень общего тестостерона ИСа и достоверно более низкий уровень ГСПГ в крови. По сравнению с теми, у кого отмечалась недостаточность витамина, гормона D от 20 до 29 нг на мл или его дефицит менее 20 нг на мл. Линейный и регрессивный анализ показал достоверные ассоциации между уровнями витамина D, общего тестостерона и ГСПГ. Соответственно, вот уже рядом стоящие цифры, вы видите, что из-за того, что у меня был дефицит витамина D, начали страдать вот эти цифры. Это только одно то, что вот здесь вот видно, на что повлиял вот этот вот витамин D, его дефицит. Поэтому сейчас я его начал применять и все эти показатели в скором времени придут в норму. То есть, как мы можем сделать вывод вот по этому анализу, состояние печени находится в прекрасном, в норме, в прекрасном состоянии. То есть, биохимия также в прекрасном состоянии. Но так как вот здесь вот был недостаток витамина D, соответственно, причина этого была только в этом витамине. И сейчас все нормализуется со временем. Едем далее. Следующий анализ показывает мой уровень гомоцистеина, который я также сдаю впервые за все время. До этого я сдавал только витамин B12, потому что в Азии в той клинике не было. Я не мог сдать на гомоцистеин. Не было такой возможности. И что мы здесь видим? Вот здесь вот я также хочу вам показать очень интересный результат и сосредоточить вас на том, о чем я писал в своем блоге примерно год назад. Смотрите, какая интересная ситуация с этой связкой у меня получилась. Мы видим, что уровень B12 как бы в норме. То есть, и он составляет 240 при норме 133 до 675. Казалось бы, все нормально. Но не тут так было. Потому что гомоцистеин – это обратный показатель уровня B12. То есть, чем выше уровень B12, тем ниже гомоцистеина. То есть, другими словами, можно сказать, что гомоцистеин начинает расти больше нормы, в данном случае больше 12, в том случае, когда B12 понижен. Он должен быть менее 133. Но почему в моем случае все не так? Почему эта пропорция не соблюдается? А ответ здесь очень прост. О чем я неоднократно писал и в группе, и на блоге. Дело в том, что сейчас я активно употребляю морскую водоросль ВКМ. А в ней находится псевдоаналог витамина B12. Поэтому мой B12 якобы в норме. Поэтому я писал на своем блоге, что на витамин B12 сдавать смысла просто так не имеет. Потому что многие употребляют морские водоросли. Соответственно, он делает его псевдо правильно. И лишь только когда вы сдаете анализ на гомоцистеин, вы получаете реальный результат. И здесь мы видим по факту, что у меня B12 ниже нормы. Потому что гомоцистеин повышен на 2 пункта. Это очень много. То есть не 12, а 14. А каждый пункт, вот такой вот, он повышает вероятность различных сердечных заболеваний очень сильно. Поэтому, а почему у меня такой низкий уровень B12 получился по факту? А потому что сейчас я его ел довольно, употреблял довольно редко. Примерно 2 раза в неделю. Вот, не чаще. И сейчас, соответственно, мне нужно употреблять его гораздо чаще. Ну, здесь можно сказать, что это был такой эксперимент. Потому что я собирался сдавать анализы. И хотел посмотреть, хватит ли 2 таблеток в неделю по 1000 микрограммов, чтобы поддерживать его в норме. Мы видим, что 2 таблетки в неделю по 1000 микрограммов. Этого мало. То есть мне нужно сейчас употреблять, чтобы его поднять хорошо каждый день. Каждый день я должен употреблять B12. Ну, все остальные, ну, здесь вот гормоны еще идут, несколько гормонов. Они находятся в норме. Идем далее. Следующее исследование я сделал УЗИ. Я сделал УЗИ ЖКТ. Что мы здесь с вами видим? Ну, читать все не буду. Скажу, что по пунктам печень находится в абсолютной норме. Далее. Желчный пузырь находится в абсолютной норме после 7 лет 100% сыроедения. Поджелудочная железа также в норме. Но здесь в желчном пузыре я должен заметить, что форма его с перегибом в нижней трети. Что это значит? Это довольно нередкое состояние у людей. Такое. Его можно назвать некой патологией. Что оно означает? Дело в том, что оно бывает врожденным и приобретенным. И при прочих равных у такого человека, у которого имеется перегиб в желчном пузыре, смотря в какой части его. Но если говорить в среднем, то это говорит о том, что желчный отток будет хуже, чем у человека, у которого этого перегиба нет. То есть, соответственно, такому человеку нужно больше двигаться и не сидеть, чем я грешу, в положении таком неподвижном. То есть, нужно гораздо больше движения, физических упражнений, чтобы желчный отток был нормальный. А как известно, из, скажем, китайской медицины, все обследование человека начинается с его желчного пузыря. Это важнейший орган. Но здесь можно рассказывать очень долго насчет него. Вот. Идем далее. Желчная железа находится в норме. Селезенка нормальная. Таким образом, общее УЗИ и ЖКТ заключение ультразвуковые признаки дисформии желчного пузыря. Это вот и говорит как раз о его перегибе. Все остальное, заметьте, за 7 лет моего оживания травы находится в абсолютной норме. ЖКТ находится в норме. И по субъективным моим ощущениям. И, как мы видим, это подтверждено сейчас объективно. Таким образом, что я хочу сказать сейчас, друзья, что вот этим роликом, если мы его хорошо распространим, чтобы каждый человек знал, что вот эти вот аргументы врачей, которые не имеют фактов на руках, а мы сейчас с вами имеем, они не стоят и выедено в яйца. И вот этими вот анализами и распространением данного ролика мы забьем последний гвоздь в гроб их медицинской теории о неполноценности 100% сыроедения. То есть сейчас у нас с вами на руках имеется неопровержимый факт того, который вы можете демонстрировать бабушкам, мамам, папам, своим братьям, сестрам, друзьям, что вот эти анализы показывают, что оно, это 100% среднее абсолютно полноценно. Еще бы я хотел, чтобы этот ролик показали на всю медицинскую аудиторию, где-нибудь в медицинских вузах, толстый профессор вещает, что нужен белок, печень есть беременным женщинам, всем людям, для того, чтобы у них был хороший уровень железа. То есть покажите пожалуйста этот ролик и задайте вопрос и посмотрите все на этого профессора, чтобы он ответил, почему у меня все анализы после 7 лет находятся в абсолютной норме, если не считая вот тех дефицитных отклонений, которые связаны были с дефицитами употребления витаминов. То есть я еще раз хочу нас всех с этим фактом поздравить, что действительно мы, наше питание абсолютно полноценно с вами. Хочу всех вас также успокоить и приободрить, что действительно это так, что я это показываю. Но здесь я должен сказать, что это все не бывает просто так, потому что фактически все эти 7 лет я провожу очень много времени, из того, что я сижу за компьютером, за исследованием этого вопроса. И почему у меня так все хорошо, это конечно же не случайно. Не случайно это сотни часов исследований, чтения книг, материалов, анализа и так далее. И все это конечно требует определенных знаний. Если вы хотите получить эти знания, вы можете ознакомиться с моими видеокурсами, книгами, которых я написал уже 4. И пожалуй больше мне к ним добавить нечего, потому что мне уже с темой сыроедения все ясно. Я посвятил ей достаточно времени. И здесь также я хочу добавить один момент, что когда я занимался примерно на втором году сыроедения, или на третьем, я делал очень большие перегрузки. У меня было настолько много энергии, что я делал огромные нагрузки на спину, делал за раз по 15 подходов. И у меня получилась довольно серьезная травма спины. И сейчас я сделал томографию, спустя 4 года после того времени стоит томографии. И она показала улучшение ситуации в 2 раза. То есть и все симптомы абсолютно прошли. То есть сейчас также мне можно делать и становую, и все остальное. Но я это не делаю, потому что я заменил эти упражнения на другие. У меня сейчас нет цели нарастить мышечную массу, такую стать очень объемным. Поэтому я сейчас эти упражнения не делаю. Но здесь также можно сказать, что все значительно улучшилось. И вообще пропали все симптомы. То есть никаких болевых ощущений сейчас нет. Теперь я хочу раскрыть ту тему, которую я задал вначале по поводу неожиданности данных анализов. Что они оказались неожиданными. И для кого они оказались неожиданными? Конечно же для врачей. И сейчас они совершенно должны не понимать, как так, почему им профессора сказали, что это невозможно. А человек живет и у него наилучший уровень энергетики и самочувствия, а также анализов. Я прошу врачей, если они смотрят это видео, обратить на это внимание, задаться этим вопросом. И понять, что эта теория, которую дают вузы, в вузах она мертвая. Она не соответствует действительности. Изучите самостоятельно физиологию человека и вы увидите, что все работает совершенно по-другому. Человеку совершенно не нужно большое количество белка, тем более животного. Вот что я имел в виду, говоря о том, что мои анализы оказались неожиданными в самом начале этого ролика. Если кому интересно, весь этот комплекс анализов обошелся мне в 10 тысяч. То есть, это были вот те анализы, которые вы видели. Томография 3700, УЗИ получилось 1200. И в остатке это стоимость вот этого пакета анализов, которые по-хорошему нужно сдать любому сыроеду. И не только эти анализы. Обо всем списке анализов, которые нужно сдавать, написано в моих книгах. Кому интересна эта информация, можете зайти на мой сайт se-pro.ru в раздел «Курсы» и ознакомиться с теми материалами, которые вам необходимы. Я желаю вам самого эффективного сыроедения. И давайте праздновать нашу победу. Теперь мы точно знаем, что наше питание абсолютно полноценное. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ожидайте новых интересных материалов. Всем счастливо! С вами был Денис Тарентьев. Пока!